Всем привет! Я в бильярде, как говорила, сегодня гуляем. Кстати, здесь тот же самый бармен-маркер, который тогда был на видео. Я не спросила, посмотрела он мое видео или нет, надо будет спросить, да потом. Народу здесь сегодня мало. Вот этот барный стол стоял здесь, но это неправильно. Я его сюда передвинула, потому что мы раньше ставили всегда вот возле колонны стулья. Я просто здесь работала раньше, поэтому сделала все как надо. Спросила, когда они пылесосили стол, сказали, что сегодня, поэтому можно не играть в единицы. Я забыла, как пользоваться керамидкой. Дожили. Другой мой. Чтобы забить свой лька, там надо бить куда-то вот в бок между вторым и третьим полном уровне. Стойлер я вообще не разбивала. Почему всегда ты разбиваешь? Если я не забью, то я выражу. Нет, ты не узнаешь. Да, ты уверен? Да. Так, ходишь и мимо. Да, детка. Ты че меня? Вот сам бей теперь. Почти этот. Это было очень сложно. Не стоит, буду говорить. Опять непрямой. Куда? Вообще. Я не знаю, о чем ты думала. Я? Да. Как ты о работе постоянно, так и о своей кухне постоянно. Во, смотри, раскатали. Отлично. Не докатится. А че ты так? Хотела еще нежно. Но все равно не туда было, чтобы тебя докатится. Надо было жестче. Надо было? Ну да, надо было жестче. Тринадцатый. Фокус есть. Я прямо ударила. Я могу. В бильярде, кстати, практически никого нет. Достаточно пусто сегодня. Ну, там музыку включил, да? Молодец. Это легко, что я там была. Просто раз мы просили, что там включил. Да блин! Оладушек. Партия. Поздравляю. За эти сол. Чего? За эти сол, говорю. Каким винишком? Вино. А ты ничего так на камере смотришь, что? Мне нравится. Да блин, ты меня отвлекаешь, чтобы я проиграла и не выиграла вино. А, у нас 2-2. Вот оно в чем дело. Напрягся, да? Конечно. Не избежать тебе бутылки вина. Почти. Или избежать. Да че, возник, гося. Ради вина я точно не хочу, чтобы вам угодно. Вино. Вино. Красота. Шестой. Зажги. Все, партия закончилась. В этот раз выиграла я. Короче, один раз не я, в другой раз я, но второй раз мы играли на вино. Поэтому я, как услышала на вино, думаю, а че? Пусть стоит. Пойдем, отнесем. Мел, все. Мел. Кинг. Погнали? Пошли. Вот за этой барной стойкой я когда-то тоже сидела, проводила очень много времени. Ты что, смотрел мое видео? Нет. Я так не нашел. Как это нет? Не нашел меня? Не нашел. Да как ты мог? Так, вот Ира-то вообще не нашел. А я сменила это название. А, бьется. А, все равно, да? Бьется. Хочешь найти? Не знаю, у меня сейчас работа, менее до этого. А, на себя не хочу смотреть, да? Нет, физиономика физиономика. Ничего есть. Ты смешно. Ладно, за этой барной стойкой мы играли в карты. Вот так мы работали на работе. Зачем я это сказала? Я сейчас не обслуживаю. Кстати, народ пришел. Вот здесь у нас американский бильярд, а там вот... Да что ты кашляешь постоянно мне в кадр? Так, сейчас еще раз скажу, а то ты мне все испортил кашлем. Да смотри, заболелись из этих бильярд, я потом найду. Народу у нас, кстати, прибавилось. Люди пришли. Вот здесь у нас два американских бильярда, а там все русские. Ну и один русский там. Получается, это сколько? Семь русских, да? И два американских. Вот так вот. Вы хотите что-то сказать? Нет. Себя? Себя. Себя сниму. По чем? Дорого? Да. Дорого. Мы пришли в кафе, Лилу Ванилу. Куда же еще? Зашли в магазин и спустились в кафе. Не размешивать, да. Что-то сегодня как-то все очень медленно, народу мало и очень долго нам несут заказ. Ну да, официантка долго шла. У нас один салат в Чифан. Можно его подключить? Я, кстати, никогда такой не брала. Мне как-то... Будешь? Нет. Короче, салат Чифан. Чай. Да, и мы хотели дикую вишню черную. А что мы взяли? Смородину. Вероятно, здесь есть 700 миллилитров, но кажется, что это вообще мало. Наверное, ну 500 может быть есть. Короче, остальное ждем. И вот опять вот эта вот листовка с попугайчиками и со словом. Ну, я уже все знаю, что это составляет, поэтому не стоя. А, и стакан воды взяла. Всегда. Вода перед едой, это полезно. Да? 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 Не знаю. Вот так выглядит кафешка. У нас здесь светильничек. Там вот тоже светильничек. Ну, у нас какой-то сильно холодный и сильно яркий. По мне, книжечки, картина. Они там закрывают какие-то дырки в стене этими картинами. Вот. Раньше здесь было много, но, мне кажется, люди со временем полносили. Здесь раньше было много настройных игр, кстати. А сейчас их, по-моему, вообще нет. Игры растащили просто, и поэтому теперь только книги. Такие тоже старинные книги. Ну, тут можно посмотреть, полистать. Интересно, пока заказываешь. О, там у тебя собака, да? Картинка собаки. И ребяток. Такая уютная атмосфера здесь. Нам принесли суши. Вот такие вот красивые. Целый сет мы заказали. Американские ниндзя называются. Классные. Особенно вот эти. Что? Что тебе не нравится? Красиво? Не фокусируй внимание на негатив. А что там? Почему он голый? Ну, плохо в боли, они все бывают. Почему он голый? Оденьте бедный ролл. И вызови фан, скажи. У вас ролл голый. Черт, не докапойся. Вот он, американский ниндзя. Свежесть. Греческий. Филадельфия, Калифорния. Греческий. Свежесть и сетемагин. Все рассказала. Есть. Все. Приятного нам аппетита. Я приехала домой. Отличное начало. Уже 11 час. Сейчас сразу надо, не расслабляясь, сесть за монтаж. Там очень много монтажа. Предыдущее видео, которое вы уже видели, я подразумеваю, что оно будет очень длинным. И сейчас я, наверное, попью чай какой-нибудь. Ройбуш. Да. Мне так запал в душу ройбуш, я его постоянно пью. Ну как в душу, я на него подсела просто. Я ж люблю гонять чай, но ройбуш, это всё. Теперь постоянно его пью, особенно вечером. Ага, он меня сейчас успокоит, я не смогу монтировать. Зелёный чай, наверное, лучше попью. Вчера, кстати, приходил мебельщик, приносил образец фасада. Он меня опять огорчил, расстроил. Я каждый раз, когда выходит, я говорю, не расстраивай меня. А вот всегда, когда я так говорю, он меня расстраивает. То машина через неделю только приедет, то вот фасада немножко не под цвет. Но он говорит, они у тебя просто выцвели, но видно, что это как бы цвет такой шампань. Он немножко отличается, он немножко темнее, чем вот эти. Возможно, они, правда, выцвели, возможно, немножко там из другого рулона. Но делать нечего, не перетягивать же всё. Поэтому мы решили, что фасады будут вот такие. То есть новые фасады будут здесь, на этом шкафчике, вот здесь, вот здесь и фасад на посудомойку. Если это в конечном итоге будет сильно отличаться, то мы просто перетянем хотя бы вверх. Хотя бы вот эти вот, сколько тут, пять фасадов получается. Чтобы визуально сильно не различались они. Ну, он мне сказал, говорит, подожди, посмотришь, может, они выцветут тоже. Подождать пару месяцев, посмотреть, может быть, цвет сравняется со временем. Ну, пока что вот так решили. Я опять уже сонная, спать хочу, но надо реально не расслабляться. Пить чай и замонтаж. Мы там тоже пили чай в кафешке. Анна, я показывала, да, какой-то смородиновый что ли. Мы заказали вишню, но нам её не принесли. Мы пили чёрный смородиновый. Не помню, как точно называется, но со смородиной. Вино, конечно, про вино это была шутка. Я знаю просто, что многие не понимают шуток, воспринимают всё буквально. Так что никакого вина, конечно, мы не покупали и не пили. Но, к сожалению, да, многие не понимают шуток. Очень жаль. Вот у меня и наступил день монтажа. Я так долго этого ждала. Но так быстро всё закончится, скорее всего. Сегодня будут делать электрику. Жду своих работников, электрика и мебельщика. Они не любят, когда я их так называю, но мы им не скажем. Говорит, как будто собственность, как будто слуга, ну типа мой мебельщик. Я говорю, пока ты работаешь на меня, ты мой. Но я же люблю шутить над людьми. Я тут для них уже всё убрала. Столешница чистая. Эту палку свою, ЛДСПшку, тоже убрала. Фартук сегодня будем снимать, да, по-любому. Ну, потому что надо будет долбить здесь, додолбливать. И вот здесь розетка будет ещё одна. Стол, наверное, уберём в зал, холодильник отодвинем, потому что там будет розетка. Я тут для электрика всё разложила, всё, что мы купили на подоконник. Мне сказали, с нижних шкафчиков можешь ничего не убирать. Так отодвинем, ну я и не убирала. Итак, запоминаем этот страшненький фартук таким, каким он был. Больше его не будет. Мне пришлось так рано встать ради них. Ну, чего не сделаешь ради кухни. Ну чё, высплюсь потом. Всё, должно прийти через минуту. 9.59 сейчас. Итак, мы унесли сюда стол, там для столешницы, духовку. Началось. Началось. Чё, у нас не у вас, да? Да не буду я ваши лица снимать. Здесь оставили всё к стене. Откручиваю фартук, который вы так не любите. Да, мне он тоже не нравится. А что, кому-то нравится? Вам нравится фартук? Нет. Нет? А тебе? Нет? Ну, я говорила, дизонсептору понравился. Он говорит, прям красиво, всё коричневое. Чё? На дрова пустишь. Я предположила, что это под цвет муравьёв сделано. На дрова пустишь фартук. А он из чего? Дрюплёнка какая-то. Пластик. Пластик? Давай откручивай. Всё. Чего, всё? Так снимай. Где ты будешь? Будешь? Нет. Почему? Не надо будет, а на шкафу снимать. В смысле не будешь? Шкафы надо будет снимать сейчас. А зачем снимать? В смысле, его нельзя оттуда вытащить? Без съёма шкафов? Его можно просто вырвать, конечно. Так вырвай. Если ему не нужен. Зачем ему не нужен? Нет, давай его оставим, да, и сверху ещё белую мраморку сделаем. А ты мне фотку отправил в столешнице или в фартуках? А, это фартук был, но это столешница. Столешница тоже сам. Один в один, что ли? И прожилочки такие же. Конечно. Конечно, туда описим. И куда я его дену? Не знаю. На скатерть. На скатерть. На стол в зале. Слушай, уже светлее стало. Он реально свет забирал. Слышишь же? Всё. Ты его свернёшь? Нет. Я? Можешь завернуться. Куда мне? Завернуться? Держи. Он развернётся просто. Надо его как-то свернуть и вынести куда-то сразу. На авито подай. На авито? Да он порван. Сколько я его продам на авито? Раз богатею, я вам заплачу, да? Смотри, как светло стало. Блин, красота. Если можно, каймеры туда-сюда махать, скотч бы принесла, чтобы его можно не скрутить. Тебе постоянно что-то надо принести. Стой. Ты мне прохода тут не оставил. Не могу пройти. Я прохожу. Ты проходишь, а я не прохожу. Где ты? А и ножницы, да, он на авито. Я тоже снимаю, да? Ножницы там. Я всё снимаю. Я же блогер. Я в камеру попалю? Я в камеру. Ну, смотря как я смонтирую. Я буду блогер. А ещё меньше нельзя его сделать? Он такой круглый что ли? А кто будет выбрасывать это всё? Я тоже не нашла. Серьёзно? Он тяжёлый? Вынеси тогда его сам. Отдел он на тебя. Чтоб замолчал бы наконец-то. Давай куда-нибудь поставим. Да давай в прихожую, чтобы его выбросить сразу. Когда сразу? Я сейчас уже пошёл. Ты пошёл, я выброшу. Да, потом приду, да, выброшу тебя. А, окей. Какой ты добрый! Как мне повезло с моими котиками. Котик, как ты всё. Да-да-да. Я люблю вас жлить. Мне так тяжело с ним попрощаться. Если кому-то нужен, пишите. Фартук новый принесли. Получите. Девушка, не спешитесь. Доставка. Слушай, это выглядит как какая-то это... Как бочка на камере. Записываем 8.913. Фартук этот выбрасываем. И вот эти... Как называется? Плинтусо? Пристеночный, да? Потому что я не хочу это продавать. Я сразу всё на выброс. И на полку человек, который мне всё выбросит. Что? Конечно, кому они нужны, ты будешь мне. Жру, масла, все-таки. Да. У меня не достаточно чистая, кухня-то новая. Ну, в смысле, просто что? Короче, просто прощаюсь наконец-то. Прощаюсь. Пока-пока. Всё. Давай-давай. Так, что ты там поставишь, да, и говоришь обратно? Нет. Кого? Кого? Ты поставишь обратно. Созвонимся. Конечно. Ты сам позвонишь, сам придёшь, сам поставишь. Давай, закрывай. Это... Что? Ты примерно на скотки будешь. Мне тоже интересно. До скотки будешь применять? Ну, вообще, до шести можно шуметь. Угу. Ну, чтобы мне, допустим, приехать, обратно поставить всё. Смотрите. Я позвоню тебе. Если что, я, может, сам поставлю. Посмотрим. Ну? Что там у неё? А, и машинку же надо ставить, да? Приедешь ты и поставишь. Посмотрим. Он приедет и сам всё сделает. Не переживай. Зашибись. Работа задача. Ладно. Ладно. Скажешь, чтобы... Да, да. Всё. Давай. Хоть небольшую паузу. Соседям кот продолбит. Да? Всё. Мебельщик ушёл. Остался электрик. Он там долбит. Я в зале. Ко мне пришла подружка. Принесла мне еду. Я, конечно, люблю ремонт, но что-то постоянно... О, всё. Тишина. Я зашла на кухню. Там прям облако испылило. Поэтому я намочила простой и повесила её на дверь, чтобы здесь не было так пыльно. Также у меня тут пыль, что я принесла. Как-то так. Фрукты, вода. И даже стол есть. Короче, мы тут шипуем в зале. Я пошла из зала. Иду на кухню. Хочу сама посмотреть, вам показать. Пока мой электрик ушёл за гофрой и ещё за проводами. Два провода надо купить. Короче, здесь вот такая вот красота, в кавычках. Пыли вообще столько. Почему-то я абсолютно забыла про пыль. Я сюда вот всё расставила, положила. Здесь у меня приправы, чай. Я забыла, что это всё будет в пыли. Посуда даже. Ну, я молодец. Даже посудомоечную машинку я изначально не накрыла. Я когда пришла, там уже на ней слой пыли. О, всё в пыли. Я бы немножко сейчас накрою. А между прочим, здесь всё равно есть. Да уж. О чём я думала? Где я не знаю? Я же показывала, да, что мне мебельчицу вот так вот составил. Всё-таки, по-моему, не показывала. Ну и ладно. Короче, по розеткам. Здесь это розетки над старешницей у меня будет. Здесь три штуки. И здесь три штуки. Это уже вот он там всё. Сейчас, кстати, рот бунтам залазал. Всё ещё мягкое. Перед тем, как ушёл. Здесь будет розетка для духовки и для посудомоечной машинки. Здесь коробка распределительная. Варочная плита будет цепляться напрямую сюда. Но варочной поверхности я посмотрела, провод всего лишь метр. То есть нам не хватит, поэтому он купит ещё. Может сейчас купит, может потом. Сейчас он купит провод вот сюда. Вот сюда провод какой-то нужен. Как я поняла? Или я не поняла? Я уже устала. Голова кругом. Также в ванную я посмотрела. Он уже провёл провод. Он там лежит, вот здесь провёл. И для холодильника тоже вот. Кинул провод. Потом отзадвинем в холодильник и будем делать там розетку. А и вот сюда ещё надо будет поставить шнайдер. Эту узенькую беленькую. Солнце такое. У нас лужи на улице. Вот какие лужи. Сейчас машина проедет, будет видно. Всё плывёт. Всё капает. А кто-то сюда что-то ездит. Семёрка. Странно. Может там совсем развелась дорога. Кстати, как начали штробить, пришёл сосед. Я говорю, ну вы вообще кто? Он говорит, я снизу. Я говорю, там внизу же живёт какой-то молодой парень. Говорю, снимает. Он говорит, я собственник. Он говорит, а вы. Я говорю, я тоже собственник. Он говорит, вы долбите уже. Говорит, год, два. Говорит, годами долбите. Я говорю, я? Я говорю, блин, я квартиру купила только вот. Я говорю, я заехала только месяц назад. Он говорит, да, но вообще-то здесь уже год какой-то ремонт. Идёт постоянно свет, постоянно перфоратор. Я говорю, я правда только заехала. И тут перевела тему на Муравьёв. Я говорю, а у вас есть Муравьёв? Да, я знаю, что с ними делать. Вот эта польская ловушка-брос, которая у меня-то две стоят. Дизенсектор же мне принёс. Он говорит, они её только понюхают, сразу убегают. Я говорю, да, я тоже с помощью неё вывела Муравьёв. Вот, и дальше он сказал, ну ладно, извините. Я говорю, я правда только въехала. И электрик мой подходит. Он говорит, я первый раз только начал, я только первый день здесь, я только начал долбить. Тот говорит, ладно, ладно, до скольки? Мы говорим, ну до шести. Ну до шести он как бы основное всё уже здесь выдолбил. Останется только две дырочки за холодильником, там мелочь. И всё, ну вроде как сосед так. Говорит, ладно, ладно, я понял, всё-всё-всё, без проблем. На субботу-воскресенье нельзя шуметь. Не знаю, что будет в субботу-воскресенье. Будем ли мы что-то делать или нет. Мебель, в принципе, ставить, это не так шумно. Ну, я удивилась, я ни разу не видела собственника с нижней квартиры. Вот и познакомились. Здесь на самом деле такой огромный слой пыли. Я думаю, что надо бы это всё дело убрать хотя бы веником. Ну, возможно, ещё будет пыль. Он мне сказал, да нет, говорит, потом уберёшь. Даже прихожей. Да вся квартира, короче, в пыли. Для меня не надо. Ты меня не снимаешь. А чего вы так боитесь-то? Это всего лишь видео. А, я сейчас буду всё пыли. Короче, у нас тут уже... Что? Так объясни хотя бы, что здесь. Режим и разветвитель разделяем медь с алюминием. А, подожди, жим и разветвитель... Кто? Режим и разветвитель разделяем медь с алюминием. Ага, разделили? Чего? А, ну... А, в смысле, ты же это... Переходишь на медь, да? Медь делим от алюминия. Угу. Жим и разветвитель. И куда это всё пойдёт вот эти вот? А нельзя трогать, да? А? Трогать нельзя? Нужно. Вы хотите меня убить? Кудрёвый стрельж. Оба. Чего? Кудрёвый. Там это... Нет напряжения. Нет напряжения. Ну, короче, вот это вот куда пойдёт теперь? Редетки, агварочно. Угу. А где наварочную провод? Ты не приделал? Вот этот пост. Вот этот? А, это будет наварочная. Наварочная будет зацеплена напрямую, без вилки. Правильно? Очень главное, закрывайся. Давай, давай, закрывай, закрывай. Всё, мне всё запаковали. Ага. Ты вот так вот сделал? Угу. Типа, чтобы аккуратненько, да? Да, и теперь мы закроем крышечкой. Так? Чего нет? Конечно. Вот. Так что всё красиво. Кстати, ты достаточно глубоко её туда утопил. Я думала, будет немножко торчать. А, и здесь будет эта посудомойка же? Да. Ну, здесь больше ничего не будет торчать? Нет. То есть она, ну, нормально вставит? Да. Отлично. Время уже ползи этого. Угу. Угу. Розетка. Это что, у нас Шнайдер, да? Шнайдер, да. А что ты смеёшься? Почему тебе так смешно смотреть на свою работу? Угу. То есть здесь всё, здесь можно уже составлять, да? Да. Так что здесь всё готово. И, а там, не делал? Потом и не делал. А потом, похоже, задвинется, конечно. Отлично. Задвигаем. Красота? Конечно, здесь надо. Я показывала, что здесь есть? А, ну, в смысле ты раствором, да? Всё заделал. Мокрый. Всё? Ставим? Скажи, что всё по оси вывели. Всё выведено строго по оси. По уровню. Вот это да. Всё. Всё, время 10. Мы закончили. Ну, как бы не всё, конечно, сделали. Я не думала, что я буду такой вымотанной прям вообще. У меня адски болит голова и ещё кружится. Уж давление упало. Ну, целый день же с утра до вечера здесь. Им спасибо, что они основное за собой подмели. Всё убрали, поставили мне обратно. Конечно, всё равно всё надо протирать. Пыли очень много. Очень много пыли. Особенно на поверхностях. Что-то я совсем без воды осталась. Надо её фильтровать. Всё такое пыльное. Жесть. Здесь тоже всё, всё. Как я об этом могла не подумать. Так, это мои отвертки. Вот это и вот моих. Вообще, главное, чтобы ничего не забыли. Воду мы подключили. Стиральную машину тоже подключили. То есть, можно всем пользоваться. Плиту унесу на кухню. Здесь вся фурнитура. Духовой шкаф что-то не унесли. Забыла я вам об этом сказать. Ладно, я его как-то немножко сдвину, пусть здесь стоит. Только вчера пришла моя столешница фартук. Поэтому пока что он ещё ничего не резал, не нарезал, не вырезал. И, наверное, монтаж самой кухни будет только во вторник. Ну, вроде как, предварительно во вторник. Всё это время я буду жить вот с такой кухней. Но ничего страшного. Я мойку перезаказала. Она придёт только в среду. Поэтому нормально. Ну что, у меня уже прошли сутки. Я слегка накрасилась, чтобы вас не пугать. Потому что ночь у меня была очень весёлая. Я думала, сдохну. Оказалось, что вчерашняя моя усталость была не просто усталость, а у меня начиналась ротовирусная инфекция. Хоть я и не могла вообще этого предположить, откуда она взялась. Я пила только воду и чай. Неужели я водой отравилась? В общем, непонятно. Вчера, когда заканчивался монтаж, уже последние два часа я лежала просто на диване под пледом, пластом, с закрытыми глазами. Они тут выключали свет, что-то розетки. Ну, когда делали розетку, которая сквозная с залом, вырубали свет во всей квартире. Заходили ко мне, говорят, что, доброе утро? Я говорю, да, говорю. Они говорят, ты что такая ленивая, что так устала, что с тобой? Я говорю, не знаю, что-то тошнит, голова кружится, голова болит. Я не понимала, что со мной происходит. Мебель пришёл часов в семь. Потом мы ещё ждали, пока электрик всё доделает. Потом они давай всё придвигать. Он давай подключать там воду, стиральную машинку. Говорит, зайди, посмотри, зайди, сними. Говорит, ну, зайди, посмотришь, так ничего не капало. А я уже не могу, я уже бесил. У меня голова прям сильно кружилась. Я говорю, я тебе доверяю, посмотри, всё сам, всё сам проверяю. Говорит, это понятно, говорит, ну, прими работу. А я-то не могу уже. Но я, конечно, вставала, что-то там смотрела. Я даже не помню, как они ушли. То есть у меня вчера всё было как в тумане. Они ушли. Я ещё умудрилась помыть пол везде. И потом ближе к ночи тошнота усилилась, началась рвота. Я думаю, ну, ладно, бывает. Думаю, ну, мало ли чего. В 2 часа ночи температура 38,5, и я поняла, что это инфекция. Я собрала пакет для скорой, ну, думаю, везут в инфекционку уже. Начала там что-то собирать, всё готовится. И осталось уже только одеть джинсы и кофту. Думаю, надо же в чём-то ехать. А голова кружится. То есть я буквально могла провести в вертикальном положении минуту. Сразу же в глазах темнеет, в ушах пищит, и всё. Я сразу ложусь. Я думаю, как я спускаться-то буду. Короче, я дотерпела до 8 утра. Лежала, мучилась. В 8 утра вызвала врача на дом, она назначила мне кучу лекарств, антибиотики, конечно же. Я говорю, мне бы капельницы. Ну, что, легче же будет после капельницы. Она говорит, ну, ты попробуй хотя бы сама день-два попробовать вылечиться. Говорит, если совсем уж будет всё плохо, то тогда вызывай скорую, в инфекционку отвезут. Поэтому вот я пока борюсь. Температуру сбила, но она полностью не сбивается. Зато тошнить сильнее начало ещё. Ну, температура же она борется. Когда я сбиваешь, становится хуже в другом. Сейчас покажу, что мне назначили, если кому-то интересно. Вот, тотливомицетин, питьё, витамин С, циррукал, это противорвотное, адротаверин, это ножпа, бактерии. И при высокой температуре парацетамол, аспиринсупрастин. Ну, либо то, что я пью. Я выпила просто и буклин. Сбила температуру так. Вчера ещё, когда не понимала, что со мной, достала парацетамолсупрастин на всякий случай. Валерьянку даже выпила. Думаю, ну, может, я правда переутомилась до такой степени. Это вот сегодняшний уже антибиотик. Мама с братом приехали и купили мне всё. Привезли компота, там несколько бутылок. Лекарства все купили. И бутылок температуру сбивала. Плита у меня до сих пор здесь. Но у меня до сих пор всё вот как есть. Всё пыльное. Я же ничего не делала, только пол вчера помыла. Витамин С мой старый. Тут, наверное, одна таблетка или две. Какая-то панель тут стоит. Кусок панели. Электрик вчера оставил. А, это, наверное, с ванной. Экран под ванной, который был. Вот они здесь мои лекарства. Полисорб. Такие облачка воздушные. Ну, я знаю, пила такое раньше. Ну, не очень нравится, потому что вяжет во рту церрукау. Витамин С новый. Привезли. Бактерии. Завтра утром. Сказали натощак одну таблетку. Странно, что натощак. Вот выпью уже завтра утром. Ригидрон. Порошки эти. Какие они противные. Как можно вообще назначать такую солёную гадость человеку, которому и так тошнит? Ну, там. Здесь калиохлорид, натриохлорид, натриацитрат, дегидрат, декстроза. Ну, такая, ой, прям, всё. Не хочу даже думать об этом. Еле как кружку выпила. Две бутылки компота выпила. Хотела протереть там пыль, но пока что-то сил. Я не могу долго стоять, находиться в вертикальном положении. Давление совсем низкое у меня. Ну, врач сказала, что это обезвоживание. Кстати, пыль такая красная, потому что дом кирпичный. Он тут высверливал. И пыль красная. Вот здесь вот можно увидеть. Надо будет всё это собрать как-то мокрой тряпкой потом. И мой фильтр тоже весь запылился, весь в пыли. Кошмар. Когда я буду всё это протирать и теперь мыть? Врач сказала начинать питание с куриного бульона. Вот достала три голени. Завтра буду варить. Варить буду, наверное, в зале, потому что здесь сейчас нет розетки. Вот это вот одна розетка осталась. Для стиральной машины. Но сейчас ни о какой еде, конечно, не может быть речи, потому что я даже пить не могу. Вчера с подругой пока сидели, метафорические карты достала. Я их показывала как-то уже давно. Прикольная штука. Психологический инструмент. Метафорические ассоциативные карты называется. Я вчера с ней сидела, задала вопрос. Думаю, что меня ждёт сегодня. Ну, послание на один, короче. И вытянула карту круговорот. Сейчас найду, если покажу. Вот эту карту я вытянула. Я думаю, что такое, что это значит? Я вижу здесь какой-то круговорот, как будто меня засасывает куда-то в какой-то круговорот. Я не поняла, что она значит. Но она мне выпала ещё вечером второй раз. У меня на ногах красивые синяки. Это вчера на меня упала тумба. Вот этот угол, который сейчас возле сушилки стоит. Это от тумбы, это царапина от тумбы, и вот это от тумбы. Ещё у меня здесь какой-то синяк. И вот ещё синяк большой. А подоконник ударилось. Вот об этот. Об угол. Так что монтаж кухни – дело такое. Без травм не обойтись. Короче, эта карта выпала мне вчера ещё раз. Потому что вечером, когда мы с мебельщиком ждали, пока электрик там всё сделает, свои дела, сидели тут в зале, что-то разговаривали. Я говорю, ну, если ты сам не можешь себе разобраться, я говорю, сейчас я достану карты. Он говорит, да не, я в это не верю. Говорит, я вообще ни во что не верю. Короче, не верит он. Я говорю, окей, тогда я задам вопрос, ты вытянешь. Ну и всё, и давай из него вытаскивать. Говорит, что ты видишь? Что ты чувствуешь? Что это такое? С кем ты себя ассоциируешь? И, короче, у нас пошло-поехало с этими картами. А мне, чем больше времени проходило, мне всё хуже и хуже становилось, голова кружилась. Я уже встала, тут что-то балкон открыла, хожу, смотрю, он сидит, чего я хочу, тянет карту. Когда это будет, тянет карту? Я говорю, а, понравилось? Я говорю, дай-ка я тоже вытяну для себя карту. И вытянула опять же вот этот круговорот. И сегодня я ему написала, я говорю, не знаю, когда у нас будет монтаж. Говорю, потому что у меня инфекция, вот почему мне вчера было так плохо. А он мне пишет, говорит, у тебя вчера карта круговорота выпадала. И я такая, точно, как всё в точку прям выпало. Я даже и предположить не могла, что она вот так проиграется. Пакет у меня всё-таки для скорой собранный стоит. Документы всё же лежат. СНИЛС, страховая, страховой полис и паспорт. Пока что ничего не убираю, посмотрю. Вдруг всё-таки придётся вызывать. Вообще, лет 7 назад, когда я была в Хакасии, на Шира, я там отравилась котлетой. И тоже мучилась несколько дней на дня 4-5, мучилась, мучилась. И в итоге всё равно, ничего мне не помогло, увезли в инфекционку на скорой. Зато в инфекционке там хорошо, сразу капельница. И сразу прям становится так легко, хорошо. Ну там антибиотики, там, в общем, они всем лечат. Но на выходные, конечно, неохота попадать в инфекционку. Неохота вообще лежать в больнице. Поэтому надеюсь, что мне станет лучше. Ну, не знаю. Пока вот, пока наблюдаю, смотрю, пока что даже пить не могу. Что будет дальше, неизвестно. Ну, если что, камеру с собой не буду брать в больницу. Сниму на телефон там, если уж я там окажусь. Не знаю. Ну, я просто готова ко всему, потому что чувствую себя вообще не очень. Температура в последний раз мерила была 37,8. Но всё равно не маленькая, полностью не сбивается. Какая-то сильная инфекция мне попалась. Спросила уже у подруги, говорю, как ты себя чувствуешь? Мы пили из одного стакана. Он говорит, всё хорошо, не болело, не болею. Спросила у мебельщика. Но мы с ним пили из разных кружек. Он говорит, да, я типа тоже всё нормально. Короче, у всех всё нормально, кроме меня. Может быть, я ещё позавчера что-то такое съела, что-то мне попало не того. А вчера становилось хуже, а вот сегодня совсем плохо. Может, просто медленно развивалось. Не знаю. Тут уже не угадать, что и откуда. Но вчера я ела только овсянку, совсем чуть-чуть утром. Банан. Ну, бананы я не мою, не знаю. Многие не моют бананы. У меня вот вчера подруга киви вообще тоже немытая прям съела. И ничего. А я съела банан, потом чай попила. Ну и всё, воду пила. Возможно, вода сырая. То есть, из-под фильтра, но не кипячёная. Но я сейчас кипячу всю воду и пью только кипячёную. Потому что не хочу рисковать. Я уже не знаю, на что думать. Я уже боюсь всего даже воды. Ну, вот такие дела. Вот такое видео получилось не совсем позитивное. Хотя, с другой стороны, и хорошие моменты были, и не очень. В любом случае, это всё не смертельно. Я справлюсь. Если не справлюсь, то в инфекционке помогут. Ну, всё, буду с вами прощаться. Сильно за меня не переживайте. Я выживу. Спасибо вам всем за просмотр. До скорой встречи. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok